Здравствуйте дорогие друзья! Продолжаем наши рассказы о недельной главе Доры. Вот переходы сынов Израиля сказано в нашей недельной главе. В более широком смысле, говорят мудрецы, смысл этого стиха в следующем. Человек сам пишет свою жизнь. И все наши переходы от одного к другому, от одной ситуации к другой, от поступка к другому. Это и есть вот та книга жизни, которую о нас пишут. Знаем мы об этом или нет? Верим мы в это или нет? В Перке вот сказано следующие слова в Мишне. Записная книжка открытая, рука записывает туда все. То есть это система супермаркета. Мы находимся в огромном таком супермаркете, но касса в конце хочет человек или не хочет. Мы рассуждаем о мире, исходя из своих пяти чувств. Но знаете, когда-то человек считал, что на небе там тысячу звезд или там 50, не знаю, сколько мог видеть. Когда, например, изобрели и вывели на орбиту Хаббл телескоп, увидели в сто раз больше. То есть мы исходим из своих чувств, из своих, так сказать, возможностей этих чувств. Мы идем по жизни, исходя из своих вот этих вот маленького роста своего, из маленьких пониманий и считаем, что мы все знаем, все понимаем. Наша главная задача, говорят все мудрецы, найти Бога в этом мире. Не себя, а Его. Надо увидеть и понять, что есть Он, только Он и без Него не будет ничего. Он смотрит за нами каждую секунду. Это уже вторая часть. Он разговаривает с нами каждый день. Он разговаривает с нами обстоятельствами нашей жизни. Каждый день, каждую секунду Он находится с нами в идеологии. Ты встал, поднялся, споткнулся, встретил знакомого, что-то сделал. Все это не просто Бог его послал. Это Бог это сделал. Это беспрерывный диалог все время у нас происходит. Если тебе там жена забыла приготовить ужин, так это Бог решил. Так написано. Больше того, Балшемтов написал, что абсолютно все, что человек видит, слышит, это все для него урок в служении Богу. Так этот мир интересно создан. Каждый в своем мире и в этом смысле, вот именно в этом смысл служения. Из всякой вещи понять и уразуметь пути служения Бога. Вообще, вот обратите внимание, в предпоследнем благословении молитвы Амеда, мы говорим, благодарим тебя за чудеса, происходящие с нами каждый день. Все, что от нас требуется, это захотеть и увидеть вот эти вот чудеса каждый день. Тех событий, которые происходят вокруг нас. А для чего нам это? Почему быть Богу не построить там такой, знаете, благоухающий мир? Тут тоже все очень просто. Если мир с самого начала был идеальным, человеку нечего было в нем делать. Но так как задача человечества является исправление этого мира, мир и был создан трудным, запутанным для того, чтобы мы выводили его из этого состояния и зарабатывали, если хотите, такие баллы. Надо идти к духовности. Духовность это свет творца. Мы не можем никогда постигнуть духовности, как нельзя постигнуть Бога до конца. Цель воспринять разумом, вот что есть направление, там где-то есть свет и научиться двигаться в этом направлении. Поэтому первые же изменения своей природы. Это номер один. Первое изменение природы. Давайте так скажем. Что сказали мудрецы второе? Второе духовный рост. Третье это приближение к творцу, какими-то качествами. Четвертое это прогресс, все время движение какое-то в выполнении добрых дел и всего. Пятое изучение Торы, чем мы и сейчас даже с вами занимаемся. Это пять направлений, которые нужно внедрять в свою жизнь для каждого, чтобы двигаться вперед. Вот чтобы правильные у нас вот эти вот как бы переходики было. Поэтому говорится, что человек всегда думает, что я тут вот тут что-то утяну, а там где-то сделаю их по-хорошему, сбалансируется. Не так это. Мы за хорошее получаем награду, за плохое наказание. Больше того, сказано в Кабале, что тот-то обманывает торговлей глупец. Он трудится понапрасну, написано, и тратит свои дни и силы, чтобы приобрести себе место в аду. Самое интересное, что Кабала говорит, что после ухода человека из этого мира, один из первых вопросов, которые ему задаются, честно ли, ввел свое дело. Поэтому надо все это посмотреть, надо понять, что мы не центр мира. Мы только кусочек этого мира. Но мы центр своего мира. Мы ответственны за свой мир. Мы должны распространять свет в своем мире. И надо помнить, что есть только два дня в году, когда мы не сможем ничего сделать. Один из них называется вчера, а другой завтра. У нас есть сегодня, вот сегодня и надо делать. Брахавая слаха и удачи в этом деле.